Ну, так зачем ты соврал? Потому что у них всё хорошо с экономикой. А почему нет демократии, как ты думаешь? А что народ при этом думает? Точнее, Америка создаёт этих, военных комаров. Я царь! Ты уже посмотрел, где Бильбао находится? Посмотрел? Выучил хотя бы? Ну, ты посмотрел по карте, что ты прокололся полностью, что Ибица вообще не там? Ты понял, с чём прикол? Да, я знаю. Ну, так зачем ты соврал? Ну, просто захотелось. Для чего? Ведь в этом же не было никакого смысла. Может быть. Ну, однозначно, стопроцентно. Ты какие-нибудь ещё страны, кроме Испании, знаешь? Ну, да. Какие? Чехия. Как ты думаешь, замерзает сегодня Чехия или нет? Нет. Почему? Ну, потому что у них всё хорошо с экономикой. Почему в России всё плохо с экономикой? Потому что у нас вот такие зажравшиеся дяди сидят. Где? В тюрьме? В политике. Почему не в тюрьме? Потому что нет демократии. А почему нет демократии, как ты думаешь? Сложно ответить на этот вопрос. Потому что наш президент это человек, который носил нашему до этого президенту портфель. Нет, не вашему президенту, губернатору Ленинграда, Ленинградская область, Собчаку. Это папа той самой Ксении Собчак. Да, да, да. Ага. И что? И в итоге его выбрали президентом. Я думаю, у него ума не много. То есть ты думаешь, что это поэтому нет демократии? Что Путин глупо? Нет, потому что всё братское. То есть, ну, у политики его братья сидят. Ваты и вся это. Но и они не блистают умом. Они не знают ничего в экономике. Не знают никак, ну, типа, распределять всё правильно. Им надо заполнить свои кошельки, чтобы их дети учились в Лондоне где-нибудь там. В Бильбао? Ну, в Бильбао, да, неплохо. Но я, кстати, там два раза был. Ну, как, ты не знаешь, что такое страна Басков при этом? Я же был там пролётом. Я был там на 2-3 дня. Я чё понял. А как ты думаешь, вот смотри, вот причины, которые ты описал, они есть. А что народ при этом думает? А вот знаешь, народ... Тот, который умный, он реально уезжает. Угу. А те, которые... Ну, сейчас... Знаешь... Ммм... Вот, например, та же сейчас история с этой Ивлеевой. То, что случилось это. Переключили все на неё. Её начали грызть. А и забыли про то, что у нас идёт СВО. То, что у нас идёт вот это. Что у нас... Нет, что в 70%... Без газа... Самое странное, знаешь, вот задуматься можно, когда военный губернатор... Нет, неправильно тебе говорю. Короче, какой-то военный политик, не буду говорить его фамилию, потому что сам не помню. Я говорил на прямом эфире, что Европа, точнее Америка создаёт этих военных комаров. Боевых комаров. И тогда ты уже думал, в***ь, задуматься. Стоит задуматься, да. И что-то задумался, и какие ты сделал выводы. Ну, что, в***ь, знаешь, вот политика, конечно, в***ь, здесь очень классно стоит строить монополию. Сложность того не согласиться. То есть, зарабатывать деньги на русских лохах выгодно. Ты так имеешь в виду. А политика не очень. Да. Да. Тебе не нравится фраза, которая, ну вот, наверное, слышал её. Я думаю, это умный человек. Что тяжёлые времена порождают сильных людей, сильные люди порождают лёгкие времена, а лёгкие времена порождают слабых людей. Не согласен ты? Ты себя к каким людям причисляешь? К сильным, к слабым? Думаю, к сильным, потому что у меня ничего не было, когда я родился. Ну, то есть, я всего добиваюсь, ну, конечно, типа мне помогают родители, но думаю, к сильным людям, наверное, отношусь. У тебя какие планы? Ты собираешься долго жить в России? Нет. Почему? Ну, потому что пару вещей сейчас нужно сделать, и я улечу, скорее всего. И ты улетишь в Бильбао. Нет, не в Бильбао. Куда улетают сейчас все? В Эмираты? Нет, мне Дубай вообще не нравится вообще. Куда улетают сегодня русские? Вот твои друзья-знакомые, куда? Куда эмигрируют? Ну, многие в Канаде живут. Вот. Знаешь, все же говорят, вот, ну, типа, тоже на же телевидении, что мы всем нужны, мы так всем нужны, что, типа, нас хотят ***, еще что-то, извиняюсь за мат, хотят разгромить еще что-то, а я понимаю, что Россия никому не интересна, наша нефть, сама нефть, которую мы добываем, никому не интересна, если ее, конечно, не смешивать с дагестанской или чеченской ***. Она еле-еле продается. Почему, вот, например, когда ИСВО началось, да ладно, да-да-да, даже до ИСВО в Америке, каждый человек, в Европе, каждый человек уверен в своем завтрашнем дне. Почему этого нет в России? Почему? Я не могу тебе на это ответить. Вот знаешь, если бы я был бы перед Путиным, я бы у него спросил две вещи. А вы уверены, что вы правильно делаете? А он тебе скажет, да. И сказал бы, а для... И еще бы задал вопрос, а для чего? Ну нет, мне нужно развернуто, нет, мне нужно прямо, чтобы он развернул, чтобы он... Ну, смотри, он тебе говорит, смотри, я царь, я делаю, что хочу. Да. Все выполняют мою непреклонную волю. Живу я, как хочу. У меня дворец, у меня аквадискотека. Все мне целуют руки-ноги. Я в мире делаю, что хочу. Захотел войну развязал. Захочу, сейчас завтра ядерным оружием начну бомбить. А что? Ну, я вот так хочу. А я еще вдобавок, что так хочу, еще и так могу. В чем он не прав? Чем не мотивация? Ну, представь, человек с детства мечтал быть царем. Все. Неограниченная власть. Вот просто в неограниченном количестве ресурсов. Все, что хочешь. Деньги, женщины, я не знаю, вино, дома, земли. Как про Путина разговор зашел, сразу не понравилось. Да, ну вот. Вот тебе мотивация. И что ты, типа... А, спасибо Владимиру Владимировичу, что честно ответили. Он говорит, да, пожалуйста, все, увидите его. И все. Что бы вы сказали, если бы были с Путиным в одной комнате? Один на один. Возможно, были бы... Вы что-нибудь бы сделали? Напишите в чат. Интересно же почитать. Луганский. А что ты выехал? А у того ты и выехал. Что сегодня происходит? Я вам в предыдущем стриме показывал. Ярослава Горшкова, активистка с правой громад. Пишет про этот цензор. Чем все заканчивается, да, потихонечку? Что, в принципе, все прогнозируют? ТЦК требует извинений. ТЦК требует записать видео извинений у адвоката. Это я вам... Лично я вам говорю, что да, это вот это так. У меня есть полное подтверждение этих слов. ТЦК требует... Запиши видео с извинениями. Так вы человека нашли, он пропал. Его ТЦК загребло. И все, человек на этом пропал. Все, его нету. И там никто не шевелился, пока она не записала видео. Это причина. Никто не шевелился в поисках ее мужа пропавшего. Менты морозятся, потому что типа... Ой, там ТЦК. Мы, короче, не знаем. ТЦК такой... Ой, вообще, короче, не до вас. Женщина в стране война. Типа, мы не знаем, где он. Где-то вроде на полигоне был. Наполеоне такие, мы не знаем. И, короче, никто не знает. Никто ничего не ищет. Теперь хотя бы начали шевелиться. Ну, типа, мы же начали шевелиться. Запиши извинения. Журналисты про это что говорят? Что про это говорит? Справа громад про это что-то заявила? Справа громад интересует только сбор денег. Активистка. Справа громад. Вот она, вот ее муж. Вот она, это Бирюков, это Гайдукевич, это вон Супрун депутаты. Молчат? Молчат. Никто слова ничего не сказал. Ни Погребийский, ни само ГО Справа громад, ни на официальных источниках, ни Тоня Бузила, ни Петров ни слова не сказал. Даже репост никто не сделал. Гайдукевич, морозится, молчит. Ничего, ни слова. Бирюков, молчат. Депутаты Тимченко, Супрун от справа громад. Молчат. Сделай ты хотя бы репост. Сделай запрос. Помоги информационно. У человека горе, беда. Муж пропал и никто не знает, что с ним. Никто не знает. Помогите просто информационно. Это же ваш, это же ваш активист. Нет, мы не будем помогать. Почему? Понимаете? Потому что тут все связано с каким-то, ну, типа, какой-то ТЦК, и мы не будем. Нет. Гайдукевич пишет в чате. Цікавый у вас способ коментовать тему сбору коштев на колеса. Когда я до него возвращаюсь. Пане Виталий, это же ваша активистка, ваша ЛГО. Вы панипулятор, провокатор, пане, пишет ледяный. На этом нашу коммуникацию будем вважать завершенную. И все. Типа, и в бан бросает человека. Подождите, так это ваша активистка или не ваша? Почему вы даже репост не сделаете? Потому что, когда пришли, вот, за ними, мы молчали. Туда пришли, мы молчали. За вот этими пришли, мы молчим. А потом за вами придут. Так оно и будет. За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это просто, блин, все же сегодня уже это написали. Блин, это возбудительно. Ввели налог на воздух, а они дышат. Через раз. Молчать. Кроме того, вводится новый налог на осадки. За обыкновенный дождь 100 лир. За проливной 200. С громом молнии 300. 300 тысяч гривен. Всем молчать. Это не какое-то сложное вопрос. Это вопрос про справедливость. Это не вопрос для женщин, людей, которые не в мобилизационном веке, человеков или детей. Они свободны и свободны. Это вопрос закону и справедливости. Если ты в мобилизационном веке, согласно украинского закона, ты должен быть в Украине. И это факт. И дальше ты будешь воювать или не воювать. Ты будешь працювати. Потому что я наводил этот приклад же. В Украине не можно просто дыхать по вітрам. Мы в вене. И тому ты або працюешь, або ты воюешь. И это факт. Это не какие-то... Я не знаю, а можно так делать стрим, когда ты такой молчишь. Вот сижу, такой вот, я не знаю. Но такие стримы, наверное, не очень интересно смотреть. Но если вы постоянный зритель, если вы уже видели стримы Луганского, ну, то есть меня, да, я так... Про себя в третьем лице, хотя неприлично так. Ну, типа, если вы хотя бы что-то... Можно просто сидеть молчать и читать ваш чатик. А вы напишите, что вы думаете про свободу. Как вы сегодня ощущаете уровень степени свободы? И можно ли в Украине сегодня свободно дышать или нельзя? А я просто буду... Вот так вот, писайте, если я сам себе, если микрофон выключу... Вот, писайте, человек, блогер, которого бомбит. Вот это он только что посмотрел. Его бомбит. А я вам вот так вот, например... Ну, давайте договоримся. Кто умеет читать по губам, вы пишите. А я микрофон себе выключу и буду говорить то, что я думаю по этому поводу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А так в целом, конечно... Ну... Знайте. Просто некоторые перегибы на местах. не читаю по губам или загальный настрой такой самый выглядяя так начали податок на слова и луганске теперь мовчить ну понятие по закрывали рот просто блогерам и теперь можно вот так вот если ты высказываешься вот тут и говоришь то что ты думаешь что можно только вот вот только так вот только так вы же интеллигентный человек добрый умеет что-то по губах видите вы все в целом да согласны кстати целом да это президент страны вы понимаете это все не шуточки ничего смешного просто вообще нет это президент страны это президент понимаете президент страны это чудо еще выстрела от из суспільной думкой что до того что мобилизация цены примус тильки державы працювать из суспільной думкой варто было бы початы набагато еще раньше варто завжди варто завжди після будь чого ты не разумеешь что требовало ранее что срубить или працювать из суспільной думкой треба с позиции офисийной информации это безумно но а знаете я просто это же феномен людства мы завжди знаем а после того как уже что-то случилось и как требовало себя тут и поводить ну это же особенность это особенность психики нашей но это еще есть где три зуба с микрофона да все в порядке не переживать все на месте и переживать налог на зира и на кши купе окулера тельки выгода тельки прямо представляете они просто не знали что так будет это просто 2 или как-то это другой как люди ну как они не знали что будет война полномасштабное вторжение вот такое они не знали что война с 14 года они не знали про то что оккупирован крым про то что русские концентрируют войска на границе о том что со стороны беларуси готовится нападение в четырех местах и карту можно было поставить заранее то о чем говорили все средства массовой информации то что сегодня говорят всей про мобилизационные процессы кому я рассказывал столько месяцев про проблемы нехватки личного состава которые будут и та насильственная радикальная мобилизация в виде операции бусик которая вообще сегодня разрушает страну изнутри приведет к национальной катастрофе и она привела неожиданно к национальной катастрофе кто бы мог подумать но мы же не знали то заранее говорит подоляк столько чем вы там занимаетесь чем вы там занимаетесь просто пилить бабло так зачем вы ходите тогда на эти эфиры зачем вы рассказываете людям пояснять что просто как янукович не ходите никуда где вы видели пресс-конференции януковича или какие-то его объяснения никогда в жизни янукович просто пилили бабло себе все там что-то киля азиров только говорил там на треба скиллите треба брати лопати и копати и все и все понимаете все и он такой типа нахрена я это сказал и все это это все заканчивалось на твоем стриме можно свободу дышать спасибо я по я стараюсь так и держи нервов столько взять на них где на них сука взять нервов вы же офис президента а мы не знали что будет проблема с мобилизацией а мы не знали что будет полномасштабное вторжение мы не думали что они с крыма пойдут мы же не знали что они со стороны беларуси мы не знали что у русских больше личного состава чем в украине мы же не знали что делать если добровольцы кончатся мы же не знаем теперь что делать если денег нет мы же сука зачем вы там вообще сидите нахера вы там сидите для чего какова ну цель вашей деятельности работа ваша в чем в целом заключается ну в чем и это но конечно мышь мы типа бы все умны задним умом но вы же аналитики вы же советники президента вы же работаете в офисе президента ведь весь смысл в этой администрации призна весь смысл правительства команды президента главнокомандующего планировать исходя из верного анализа того что происходило верного понимания что сегодня происходит для того чтобы прогнозировать то что будет происходить завтра готовиться к этому избегать всех ошибок а мы не знали кто же знал что так будет мы не почему я знал почему вы знали почему все знали все нормальные люди все адекватные люди понимали что нужно готовиться ведь вот это вот про парабеллум почему парабеллум называется парабеллумом напишите в чат вот этот пистолет парабеллум что означает парабеллум в чем смысл этого выражения парабеллум это не название пистолета просто так почему до того как произошло полномасштабное вторжение я про это говорил в стримах польша готовилась до 24 февраля готовилась принимать массово украинских беженцев сегодня в польши снова готуются до новой хвиле украинских беженцев мы не можем выключить еще российский наступ произведет до усуду усунувания фронта на заход произведет до того что в польши заявляться еще миллионы украинцев зокрема приважно женьки дадите заявив шейн це каже про це заступник министра закордонных про почему сегодня польша готовится принимать новые новую волну грязи почему а вот и а мы не знали что так будет мы снова мы что это же вы знаете знал бы где упасть так соломки подселить это же ментальность такая наша это же и особенности психики сука это не особенности психики нас учили так предки наших предков которых были предки которые их учили хочешь мира готовься к войне весь смысл сис сивис беллум пара парабеллум хочешь вины готовься с шашлыком да никогда такого не было и вот опять если сегодня польша проанализировав ситуацию сегодня усложняет ужесточает законы про мобилизацию она готовится к новой волне украинских беженцев а украинское государство готовится к чему она готовится к чему готовится политическое руководство к чему военное руководство снова люди будут предоставлены сами себе гражданские снова будут заторы на дорогах и русские будут расстреливать из бтров снова вот эти вот колонны потом будут десятки сотни этих машин которые потом в этих свалках вдоль дороги на что страшно смотреть потому что это ужасно это национальная катастрофа трагедия вот это ребята понимаете все эти шутки юмора про налог на воздух налог на дождь налог на а это налог на нашу с вами глупость налог на глупость выражается в крови в жизнях налог на глупость всегда измеряется цифрами погибших налог на глупость он просто ну вот элементарно исчисляется жизнями людей если страна глупа если люди в стране глупы если в на выборах выбирают глупых правителей себе то потом эта глупость приводит к печальным последствиям у нас агрессивный враг за поребриком он там был всегда есть сегодня и будет завтра мы не сможем его уничтожить так чтобы он не стало и налог на глупость а глупость сегодня правителей властей сегодня офиса президента парламента правительства всех на свете глупость заключается в том что они не прогнозируют что будет происходить и в этом прогнозе не учитывают возможные ошибки и не учитывают самое важное жизнь людей если они не готовились тогда к полномасштабного вторжению если они не готовили программы эвакуации гражданских и никому не было дело вообще до людей нас ждет повторение ровно то же самое почему польша готовится украина нет а потом будут но мы же не знали мы готовились к шашлыкам почему а у общества изменилась система сдержек и противовесов которая просто исчезла она не она чуть пошатнулась а потом она просто исчезла и события которые сегодня происходят в стране в информационном поле отсутствует есть только некоторые телеграм-каналы и очень некоторые блогеры которые рассказал том что есть что происходит и к сожалению для украины для украинского общества быть этим блогером в украине невозможно потому что страшно это то о чем я вам говорил давным-давно